Всем привет! Я как всегда снова рад вас приветствовать в новом видео, в котором сразу же хочу поблагодарить всех тех людей, которые смотрят мои видео, ставят лайки, пишут комментарии, делятся моими видео на своих страничках в социальных сетях, в группах по аквариумистике, рекомендуют для просмотра своим друзьям и знакомым, дают мне отдельные советы и рекомендации. Большое вам за это спасибо! 1. Особенности содержания обитателей аквариума Освоив содержание и разведение видов, нетребовательных к гидрохимическому составу воды, и перейдя к более капризным в этом отношении рыбам, аквариумист вынужден увеличивать или уменьшать жесткость воды, изменять активную реакцию РН. Особая необходимость в этом возникает при разведении рыб. Но бесконтрольное изменение водной среды на глазок не всегда эффективно, а в ряде случаев и опасно. В таких случаях знание методик измерения основных показателей воды, жесткости и РН, и умение их корректировать становятся необходимыми. Жесткость воды измеряют методом тетравания веществом сложного химического состава, называемым двунатриевой солью и этилендиамин тетрауксусной кислоты, или условно трилоном В. Это вещество образуется ионами кальция и магния, характеризующими жесткость воды, растворимые внутри комплексные соединения. Если в воду, содержащую ионы кальция и магния, ввести раствор индикатора, красителя, меняющего цвет в их присутствии, а затем добавить туда трилон В, то в эквивалентной точке произойдет изменение его окраски. В качестве индикатора обычно применяют эрихром черный Т или хромовый темно-синий. Методика точного определения жесткости воды состоит в следующем. 1. Готовится антинормальный 0,01 Н, раствор трилона В. В 700 мл дважды дистиллированной воды, или химически обессоленной, растворяют 1,86 год трилона и объем раствора доводят до 1 л. 1. Приготовляют буферный раствор, служащий для поддержания РН испытуемого раствора в пределах выше 9. Индикаторы изменяют свой цвет не только в присутствии ионов кальция и магния, но и при изменении РН, для чего растворяют 20-й год хлористого аммония в дистиллированной воде, добавляют 100 мл 25% нового раствора аммиака и доводят до 1 л. дистиллированной воды. 2. Готовят раствор индикатора. Разводят хромовый темно-синий в количестве 0,5 граммов в 20 мл буферного раствора и доводят до 100 мл утиловым спиртом. Если вместо хромового темно-синего берут эвихрам черный Т, то нужно учитывать, что раствор его менее стоек и его можно готовить не более чем на 10 суток. 3. Определяют жесткость воды. Для этого берут исследуемую воду в объеме 10 мл, добавляют 1 мл буферного раствора и 1-2 капли раствора индикатора. При этом раствор окрашивается в розово-красный цвет. Далее из микробюретки по каплям и при постоянном помешивании вводят раствор 3 лона B до изменения окраски из розовой в синюю. В момент окрашивания раствора в синий цвет замечают количество израсходованного на это 3 лона B, в мл. Это количество и будет равно жесткости воды, в мг и кф слэш ль, принятой по ГОСТу. Однако в аквариумной практике жесткость воды считают не в мг и кф слэш ль, а в градусах жесткости наших или немецких, которые численно равны между собой, 1 немецкий градус равен 0,36 мг и кф слэш ль, следовательно 1 мг и кф слэш ль равен 2,804 градуса, или 2,8 градуса. Если при приготовлении 3 лона B взять на веску его не 1,86, а в 2,8 раза меньше 0,66 грамма, то жесткость воды будет измеряться непосредственно в градусах, то есть 1 мл пошедшего на титрование 3 лона B будет равен 1 градус жесткости воды. Раствор 3 лона B, приготовленный для титрования, требует уточнения титра. Вызвано это тем, что 3 лон B, как это было сказано выше, сложное химическое соединение, и даже точная его навеска требует химической проверки. Делают это следующим образом. Готовят 0,01 а.н. раствор фикционала серно-кислого магния. Фикционал – особо чистое вещество точной навески. Для этого ампулу фикционала всыпают в 70-80 мл дважды дистиллированной воды, растворяют соли этим же раствором, а затем дистиллированной водой полоскивают ампулу, чтобы смыть остатки голи. Затем в мерной колбе раствор доводят до 1 л. Применение во всех случаях приготовления растворов мерной колбы необходимо, так как обеспечивает более точный отмер жидкости, чем мерные цилиндры и стаканы. Растворы серно-кислого магния сохраняются долго. Установку титра производят так, к 10 мл 0,01 н. Раствора серно-кислого магния, фикционала, прибавляют 1 мл буферного раствора, 1-2 капли индикатора и титруют трилоном В, как при определении жесткости. По формуле К равно 20 слэша определяют коэффициент титром, где К – коэффициент титром, А – расход трилона В. Она пригодна для сантинормального раствора трилона и определения жесткости вода в МГЭК в слэш-Л. Если раствор трилона приготовлен для определения жесткости в градусах, то применяется формула поправочного коэффициента К равно 28 слэша. В дальнейшем при измерениях полученный коэффициент нужно умножать на результат измерений. Пользуясь этим методом, можно скорректировать раствор трилона так, чтобы коэффициент стал равным единице, К равно 1. Учитывая, что высокая точность определения жесткости воды нужна не во всех случаях аквариумной практики, можно упростить изложенную ранее методику измерений. Она будет пригодна для определения жесткости воды с точностью 0,5 градусов. Условно 1 капля жидкости из обычной пипетки имеет объем 0,04 мл, так считают медики и химики. Тогда, несколько изменив концентрацию, буферный раствор готовят следующим образом. 2,7 граммов хлористого аммония растворяют в 18 мл 25% новой аммиака и разбавляют дистиллированной водой до 50 мл. Далее в полученный раствор добавляют 0,25 год хромогена синего, растирают его и доводят до 100 мл спиртом. В полученном составе растворяют 0,83 год трилона B и таким образом получают комбинированный раствор для определения жесткости воды, 1 капля которого эквивалентны 0,5 градусов жесткости. Результат работы проверяют по фиксаналу серно-кисловомагния и, если потребуется, корректируют. На титрование 10 мл фиксанала должно пойти 56 капель комбинированного раствора. Теперь мы научились измерять общую жесткость воды. Но аквариумисту иногда нужно знать показатель не только общей жесткости, но и так называемой временной, или корбонатной, частично устраняемой кипячением. Для измерения его готовят комбинированный раствор, 0,2003 год метилоранжа, индикатор, растворяют в 25 мл дважды дистиллированной воды, затем добавляют 0,7 мл соляной кислоты марки X. Ч. Или Ч. Д. А и доводят объем до 100 мл дважды дистиллированной водой. Раствор имеет красный цвет. При добавлении капли его к воде, имеющей карбонатную жидкость, она окрашивается в желтый цвет. Добавляя раствор в воду по каплям, при постоянном помешивании, до получения оранжевой окраски и считая капли, измеряют карбонатную жесткость. Одна капля раствора эквивалентна 0,5 градусов. Для смягчения водопроводной воды ее разбавляют в нужной пропорции дистиллированной или химически обессаленной, измеряя при этом полученный результат или пользуясь данными, приведенными в таблице 1. Таблица 1. Количество дистиллированной воды, которое нужно добавить к 1 л водопроводной, чтобы получить воду нужной жесткости. КОНЕЦ